Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як Он взяться великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. Сегодня понедельник, 13 февраля, и мы с вами прочитаем отрывок из Первого Соборного Послания апостола Иоанна Богослова, 2 глава 18 стих по 3 главу 10 стих. Вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от светага и знаете все. Я написал вам не потому, что вы не знали истину, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, и исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это Я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, Для чего она научила вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться перед ним в пришествии его. Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Мы знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. И всякий, имеющийся в надежду на него, очищает себя так, как он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает, всякий согрешающий не видел его и не познал его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно, как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семь его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правду, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Так, братья и сестры, мы с вами продолжаем знакомиться с соборными посланиями. В данном случае с первым соборным посланием апостола Иоанна Богослова мы прочитали очень пространный отрывок на самом деле. И можно было бы посвятить этому отрывку много, достаточно времени, но мы, как всегда, пытаемся уложиться в наш 10-минутный формат, и поэтому сейчас попробуем обратить внимание на некоторые особо интересные отрывки, стихи из того, что мы прочитали сейчас. Итак, 18 стих 2 главы, еще раз. «Дети, последнее время». Вот мы, кстати, видим параллель тому, о чем мы с вами говорили два дня назад в субботу, относительно последних времен. Тогда в втором послании к Тимофею мы тоже слышали мысли апостола Павла, который говорит, что последние дни наступят, времена тяжкие, и перечисляются различные грехи, которые будут свойством этого последнего времени. Но мы также с вами сказали, что, в общем-то, если опираться на этот список грехов, то получится, что любое время оно будет восприниматься людьми, как вот те самые последние времена и тяжкие времена, потому как люди, ну, к сожалению, в основном, так сказать, в своей массе, этими грехами, которые там перечисляются, грешили всегда, и до пришествия Христа, и после пришествия Христа. Но здесь вот у апостола Иоанна Богослова даются, скажем-таки, более, может быть, четкие критерии, по крайней мере, они уж точно христианские в полном смысле этого слова. Почему? Потому что здесь речь идет именно об отношении ко Христу. То есть антихрист и вот эти последние времена будут связаны с тем, что будет отрицаться факт того, что Иисус есть Христос, об этом здесь сказано. Да, вот это уже понятно, что до Христа такого быть не могло. Понятное дело, до пришествия Христова никто не отрицал того, что Иисус это и есть Христос, Сын Божий. Поэтому отрицать в Иисусе Христа можно только, конечно, после Его пришествия. Это уже действительно времена, которые традиционно называются в христианском богословии последними, то есть все время от пришествия Христа Первого до Его Второго и Славного пришествия. И дальше апостол Иоанн Богослов пишет об антихристе. Это, надо сказать, понятие, оно действительно встречается вот именно в таком виде, как антихрист, именно у Иоанна Богослова. Итак, и как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, но мы познаем из того, что последнее время. То есть как раз для Иоанна Богослова признаком последнего времени является то, что появляются антихристы, то есть какой-то один главный антихрист, такой вот основной, о котором тоже так символически говорится, другой книги, которая обычно приписывается Иоанну Богослову, это апокалипсис, о котором мы скоро будем говорить. Но здесь говорится о том, что есть и много, так сказать, более меньших, скажем, по масштабу, что ли, антихристов, и их много здесь написано, появилось много, и мы познаем из этого, что последнее время все-таки вот оно наступает, наступает. Но повторю, что практически в каждом поколении христиан были люди, которые нагнетали вот это ожидание, говоря о том, что вот точно сейчас уже вот все наступит. Ну, что грех оттаить, мы знаем, что даже великий апостол Павел в своих посланиях об этом пишет, что я вот уже думаю, что Господь совсем близко, что вот он уже сейчас придет, может быть, там через год, два, десять лет, но, во крайней мере, в течение вот, скажем, того поколения, которое сейчас еще живет. Но потом, как бы, понимание того, что не дано человеку знать точных сроков пришествия Христова, оно как-то уже укоренилось в сознании людей, и в основном, в основном, все-таки в последующие времена, такая трезвая рассудительная линия христианской церкви, она была в том, что не нужно форсировать, не нужно паниковать, что вот какая-то тяжелая ситуация, какое-то, может быть, там, гонение, нестроение, ересь, раскол, какой-то человек, неугодный церкви, да, появляется в истории, не сразу нужно вот считать, что именно это конец света, что именно это антихрист, может, кого только, как говорится, антихристом не считали в свое время, и там, Петра Первого, и Наполеона, и в 20 веке, конечно, многих-многих людей, и Сталина, Ленина, Гитлера, и, ну, в общем, много-много людей, которые претендовали на эту роль, я думаю, что и сейчас наверняка есть мнение вот у таких христиан, которые строят практически свою веру именно на вот этом ожидании антихриста и на грядущей борьбе, на грядущем противостоянии с ним, но это такой вот тип, может быть, в принципе, человека, да, хоть христианин, хоть и не христианин, здесь, на самом деле, уже разница не такая принципиальная, человек, который любит постоянно находиться в таком напряжении, в желании с кем-то бороться, с кем-то воевать, кому-то противостоять, и вот фигура как раз антихриста и все то, что с ним связано, она, в общем, подходит для того, чтобы подогревать соответствующую черту характера того или иного человека, обладающего этой чертой. Вот, поэтому мы здесь должны, опять же, утрезвиться и понимать, что эти ожидания были всегда, и что глобальный, так сказать, антихрист, когда придет, нам не дано знать, но вот множество, так сказать, мелких, так назовем, мелких бесов, да, как знаменитые книги, их всегда было достаточно и будет, и вот апостол Иоанн Богослов говорит, что они вышли от нас, но не были наши бы, если бы они были наши, то остались бы с нами. И вот дальше, чуть ниже, у нас, к сожалению, как всегда, времени немного, 23 стих. «То лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос». Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Вот определение того, кто такой антихрист в таком локальном смысле слова. Это всякий, кто отвергает, что Иисус есть Христос, что Он есть Сын Божий, отвергающий Сына, отвергает Отца, то есть тот является, так сказать, противостоящим Богу, антихристом, отрицающим Святую Троицу, да, божественное достоинство Иисуса Христа. Вот, собственно говоря, это действительно в каждом поколении христиан, в каждом поколении, так сказать, исторического развития всегда есть такие люди. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы сегодня с вами читали отрывок из первого соборного послания апостола Иоанна Богослова, 2 главы 18 стиха, по 3 главу, 10 стих. Также напоминаю необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада и утешение и наставление. Храни вас всех, Господь! Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як Он взялся великолепие Твое, превыше небес. Слово Божие, Господь.